И в завершении выпуска. Ежегодно 22 сентября во многих странах проводят Всемирный день без автомобиля. Главная его цель – пропагандировать пеший велосипедный способ передвижения, а также сократить выброс вредных веществ в атмосферу. Но вот готовы ли автолюбители отказаться от машин хотя бы на один день? В России к международному движению присоединялись пока только Москва, Белгород и Нижний Новгород. Однако это особо не влияло на ситуацию. Например, в прошлом году в столице 22 сентября было так же много пробок, как и в любой другой день. Хотя в качестве альтернативы власти города предлагали бесплатный проезд в общественном транспорте. В Люберцах такая практика пока не использовалась, но, судя по отзывам жителей, к акции присоединились бы многие. С удовольствием велосипеды, на роликах покатаемся. Есть же другой транспорт, автобус, маршрутки. Ну, если все откажутся, то, наверное, там ажиотаж какой-то будет. Я не езжу, так что поэтому, ну, раз в месяц, один-два раза, там, Люберцы, может, там, и Стамилина. Так что, ну, как, я вообще без машины, в принципе. Да, я могу 22 сентября отказаться от автомобиля, от поездок, то есть от всех вообще абсолютно. Так как мне доработать 10 минут езды, то есть мне не проблема. Либо там на велосипеде доехать, либо там общественным транспортом. Без автомобиля. Ну, если это выходной? Да, если это не рабочий день, то почему бы и нет. Традиция проводить день без автомобилей зародилась в Англии в 1997 году, а еще через год прошла во Франции. Тогда этот день отметили всего около двух десятков городов. В настоящее время, по приблизительным оценкам, в этой акции каждый год участвует более 100 миллионов человек со всего мира. Луизия Геазарян, Дмитрий Родианко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.